Биткоин. Недельный RSI. Пробой. Шесть месяцев аптренда. Пробой. Год аптренда. Пробитие. Год аптренда. Пробитие. Аптренд. Ребят, как дела? С возвращением на канал. Меня зовут Кевин Свенсон, и сегодня я расскажу вам о цене биткоина. Недельная свеча которой закрылась над недельным даунтрендом RSI. И последнее время эта тема не сходила с повестки обсуждения данного канала. И прошло пять дней с момента, когда я выпустил видео под названием «Самый крупный биткоин-сигнал за год появился». Кстати, мы к нему вернулись и в прошлом видео. И все эти обсуждения были посвящены возможности этого события. А теперь у нас есть подтверждение. Недельная свеча закрылась над сопротивлением RSI. И как я говорил несколько последних видео, это один из самых надежных сигналов, на мой взгляд, в долгосроке для биткоина. Когда рынок ясно дает понять, что сопротивление RSI преодолено, то обычно это открывает путь для крупного забега вверх. И неважно, будет ли этот забег в полгода или целый год. Но исходный забег для биткоина, по сути, оказался целым годом, до недавней вершины в 74К. Но его все же можно разделить на еще один пробой RSI. В итоге мы получаем 6 месяцев и еще одни 6 месяцев. Итак, у нас есть сигнал, а март 2025-го, вот здесь, в теории является минимальным периодом роста по этому образовавшемуся сигналу. Вот что находится прямо перед нами. И многие могут задаться вопросом, мы же на самом деле не сможем достичь нашей предпочитаемой цели бычьего рынка с таким раскладом. И я согласен. И, судя по комментариям, которые вы пишите под видео, а также в моем твиттере, неуходящей темой обсуждения является то, что как второй квартал каждого года обычно становится довольно плохим. В среднем, второй квартал в году обычно нехорош. И это абсолютно сходится с идеей 6-месячного забега к марту перед тем, как образуется очередной откат. В итоге все может стать похожим вот на это. Очевидно, это будет не то, что вы хотите увидеть. Многим данный сценарий может не особо понравиться. Где биткоин растет до марта, затем откатывается обратно до уровня, где мы находимся сейчас, перед тем, когда достигнет желаемые цели. И почему это так тяжело? Да потому что психологически это тяжело. После 6 месяцев роста, в ожидании достижения желаемого, когда все кажется, что мы идем правильно к цели, а рынок как бы берет и теряет все полученные прибыли. Но только лишь для того, чтобы потом дать вам, что вы хотите, чуть позже, после ложного движения. В прошлом видео мы с вами обсуждали сокращающиеся прибыли от низов медвежьих рынков к вершине новых исторических максимумов, а также от АТАш к АТАш. И то, как это совмещается с расчетным 142 500 долларами. В среднем от низа к верху 600 000 процентов, деленное на 6, 10 000, деленное на 5, 2000, деленное на 4. Коэффициент, который я получаю, это 500. И 142 500 находится точно в середине между этим верхним и нижним коэффициентом. И все это может привести именно к такому итогу. При этом это не прямая линия. Но почему я показываю график, который не прямая линия? Ведь многие, я предполагаю, хотели бы увидеть прямую линию прямо вверх. Это было бы проще. Но в настоящее время мир очень нестабилен. Финансово, во многом экономически. Идет война, растут напряжения и происходит деглобализация. Если вы посмотрите на происходящее событие, выглядит все очень безумным. То, что происходит по всему миру. Так что графики в военное время обычно не прямые. Военные графики обычно выглядят рывками и скачкообразные. Это не значит, что рост увидеть невозможно, а это значит, что в коктейле замешана неопределенность. Поэтому мы можем с вами увидеть эти огромные сливы перед тем, как забег, который вы ожидаете, приведет нас к третьему кварталу 2025-го, к ожидаемым нашим целям. Идея, что первая вершина образуется в первом или втором квартале, а вторая вершина будет около третьего квартала, переходящая в четвертый, видна из моего индикатора прибыли и цикла халвинга, который я сделал на TradingView, и он бесплатный. В среднем это уходит от 40 до 80 недель после халвинга. И в последнем цикле обе вершины были точно в это время. Первая около 40 недель, вторая четко к 80. Почему? Да потому что в среднем второй квартал является довольно слабым. То же самое здесь. После апреля мы слились вниз. А если посмотреть на 23-й год, вот здесь. Со вступлением во второй квартал рынок пошел в боковике. И глядя на этот график, и появляется эта идея. Эти две вершины. Шесть месяцев. Пробитие недельного RSI. Приводит нас к первой цели, какой бы она ни была. Второй квартал не с лета. Затем мы с вами пытаемся найти где-то третий квартал, около октября. Вот что говорит нам эта модель. Еще одна возможность заключается в том, что биткоин поднимается гораздо быстрее и гораздо выше, чем мы ожидаем. После этого уходит в откат, нисходящий низ, примерно в этой зоне. Это еще одна возможность, ведь возможно все что угодно. Это произойти не обязано. А я лишь говорю о том, что наиболее вероятно. На основании того, что я вижу и знаю. И то, к чему я пришел относительно этой идеи, также интересно. Она соответствует цели нисходящего расширяющегося клина. Недавно я об этом писал в Твиттере о расширяющемся нисходящем клине и его целях на основании учебника. Мы берем измерение с вершины до самой низкой точки паттерна. Затем это экстраполируем и получаем цель, которая находится прямо над 100 тысячами. И это все значит, что с пробитием недельного RSI в теории следующие шесть месяцев мы будем расти вверх. И целью этого долгосрочного нисходящего клина является рядом или чуть больше 100 тысяч. А это значит, что через шесть месяцев биткоин может оказаться прямо около 100 тысяч. В соответствии с этой временной целью второго квартала и ценовой целью. Прямо на 100 тысячами. 102 тысячи. Вот что подсказывает нам учебник. И тому, где будет цель этого нисходящего расширяющегося клина. Пометим эту нижнюю точку, еще одна линия от вершины к этому уровню. Экстраполируем ее на возможную зону пробития. И получаем цель, которая будет находиться прямо над 102-103 тысячами. В соответствии с тем, что говорит учебник. И написанных в нем инструкций получения целей нисходящего расширяющегося клина. И, ребят, это то, что мы с вами ждем. Так что многие вещи здесь сходятся. Знаю, я повторяюсь, но шесть месяцев движения вверх. В среднем, по крайней мере, после пробития недельного RSI. Цели нисходящего расширяющегося клина приводят нас прямо над 100 тысячами. И с учетом шестимесячного периода времени приводят нас ко второму кварталу, перед тем, как все начнет становиться более скучным, медвежьим, может, боковика, а после отличного пампа в направлении третьего-четвертого квартала 2025-го. И модель прибыли циклов Халвинга говорит, что 80-я неделя кончается в октябре. Таким образом, это все очень возможный сценарий. Знаю, многие хотели бы видеть прямую линию вверх, но я учитываю факт того, что вещи не являются столь стабильными в глобальном понимании. Так что может неопределенность и крупные события этого цикла привести к движению цены, которая нам может не понравиться. Но в любом случае, я уверен, что цикл отыграет, как обычно и отыгрывает. Просто это может быть не прямой линией. В общем, на этом у меня все на сегодня, ребят. Надеюсь, вам понравилось видео. Если это так, поставьте под видео лайк. Если не понравилось, поставьте дизлайк. В любом случае, сделайте что-нибудь из этих действий. Напишите свой отличный комментарий. И, конечно же, подпишитесь на наш канал и на канал Крипто Комманс. И, конечно же, не забывайте о канале Бла-Бла Крипто, который делает для вас эти переводы и который выпускает еженедельные видео с аналитикой рынка и новостями из мира крипто. Увидимся в следующем видео. Всем пока.